В этом году, когда я приехала на дачу в апреле месяце, я увидела, что возвели забор в сторону Волги, мне закрыли. Кстати сказать, это вокруг меня идет охранная зона, ее загораживать нельзя ни металлическим забором, ни тем более, никакие строительные работы производить. В прошлом году загородили этим забором сплошно металлическим, выкопали там на 7 сотках огромные какие-то котлованы, что-то сделали, типа, ну и бомбежицы не делают, какой-то котлован, я не знаю, подвал, не подвал, сарай, ну я не знаю, что-то загородили, вот и все. Вот моя вода. Вот она. Я вот открыла, вот теперь я закрывала. Всё закрыла. А сам водовод где? Когда они включили, у них разорвался водовод. И там вообще я чуть не утонула. Вот до сих пор вот я положила, чтобы от сегодня съёмочная группа прошла. Это он оттуда водовод. Это, как сказать, дикий пруд. Ни цивильности, ни берега, ничего. Но там глубина неимоверная. Там трактора. Трактора не видно было с этим косом. Вывозили землю вереницей грузовики. Я так понимаю, что этот участок был куплен у кого-то, да? Это здесь была огородница. Видите, там все огороды. Там огороды. Это зона охранная. Её нельзя ни продавать, ни вот так металлическими заборами загораживать нельзя. Строить ничего нельзя, тем более водоёмы делать нельзя. Деревья сажать даже нельзя. Но с Питером был дом и всё можно. А у неё такая вот прихоть захотела она и сделала. Ну мало того, она там загородила. Она ещё меня центральный водовод перегородила. То есть мой центральный водовод, центральный, остался за её, так сказать, забором. И она вентиль мне не разрешает открывать. И сама не открывает. Она им приказала открывать и не везет. Это, говорит, моя собственность. Моя собственность ничего не разрешает делать. Вот я включила. Вот у меня водовод, который остался у неё. Она, вот я здесь включаю, а она центрального водовода меня перекрыла. Вот мой водовод. Вот. С Жанной мы никогда, никогда мы с Жанной не ссорились. У нас всегда мир и долг. А сейчас можете открыть? Вот я его открыла, она полностью открыла. Воды нет? Нету. А теперь вот я закрою его. Я до сих пор без воды. Вот сегодня, 17 мая. У людей цветут помидоры всё. Я до сих пор не посадила ничего. Как я без воды? Я там, я только те грязи, которые выросли, зимой сажала чеснок. Я слезами их только поливаю. Больше мне поливать нечего. Вот здесь я могу посадить что-то. Огурцы или помидоры. Вот мне соседка шланг дала. Я полила вот. Чеснок полила из-под зимы. Который зимой сажал. И вон чеснок. Кстати, что мне дала шланг? Я полила. Больше мне полить нечем. Вот один единственный у меня. Вот что у меня растёт. Молодец. Он радует. Радует меня. На сухом пайке сидит. А как вы узнали, что эта дача принадлежит Марине Владимировне Алёшиной? Когда я шла, мне уже сказали. Видите, как вам загородила спикера Бургумы? Я не поверила. Я позвонила сюда, в этот особняк Марине Владимировне. Вышел охранник. Я его спросила. Как зовут Миша? Я спросила. Действительно здесь Марина Владимировна говорит? Да. Я говорю. Она не знала. И вы не знаете, что у меня центральный водовод от меня закрыли. А это частная собственность. Я по-хорошему просила. Говорю. Вот мой номер телефона. Пусть мне позвонят. Как-то мы решим этот проблемный вопрос. Я же через 2,5 метра или 3-3 метра здесь высотой. Я же не перепрыгну забор. Как мне включить этот винтель? Но никто мне не позвонил. Приёмную звонила. В моей ванне. Приёмную звонила. День. Просила. Упрашивала. Потом мне позвонила её домработница. Сказала. Мы будем с вами все вопросы решать. Написала Галина Вячеславовна. Но. Когда коснулась. Я говорю. Мне ничего не нужно. Я уже пошла на то. Ну загородила она меня металлическим забором со стороны водки. Ладно. Ну приватизировала. Она сказала. Пусть она переступила законы. Приватизировала эту охранную зону. Ну ладно. Ну дайте мне воду. Говором дальше не пошло. Ну мне сказали. Мне в прошлом году сказали миллион двести. Отдавай и уходи. А раз я сопротивлялась. Вот мне за это наказание такое. Теперь меня высушивают. Чтобы я бросила всё. И ушла. Не получается это. Я начала писать. И губернатору. И президенту. Президенту. И областную прокуратуру. И природоохранную. Прокуратуру природоохранную. И природнадзор. В общем. И даже. Государственную думу. Алимовой. Значит. Ольге Николаевне. Когда они увидели. Что я начала звонить. Он мне. Этот Миша. Вышел. И говорит. Все глаза. Мы только больше никуда не напишем. Я себе дачу сожгу. Ничего не получится. Он сам к вам пришел. Он же видит. Когда я иду. Открылки. Тирада. Несензурной брани. А после этого? Нет. После этого нет. Мне не дают воду. Я три раза вызывала. Полицию. Вот. Как только полицию вызову. Они мне включат. Полиция уезжает. Они выключают. Вот. И все. Приезжал. Значит. Два раза приезжал. Участковый. По Саратовскому району. Кузянов. Этот самый. Вагит. Генназий. Два раза. А у нас приезжала. Прямо целая группа. В составе четырех человек. И там сказала. Я дознаватель. Женщина дознаватель. Ну и все. Вот. Как поливать. Так вызывать мне в прокуратуру. Иначе. Или отдавать ей. Эту зону. Ей понравилось. Ей не хочется. Чтобы это. С ее владением. Вот она сейчас пятнадцать соток. Вот семь соток. И восемь загородила. А мои семь соток. Она еще. И будет прекрасная ей зона отдыха. Не важно. Что она топчется. По своим избирателям. Она. Неврезгливая.